Следующий доклад. Катомонистическое наблюдение за переболевшими лихорадкой ДНГ. Сифулин Руслан Фаридович. Я только понимаю, что это кафедра детских инфекционных болезней. РНИМУ детских инфекционных болезней и с группой авторов, которые сидят там вот наверху и ждут, наверное, этого доклада. В том числе и Зверевой Натальей Николаевной. Пожалуйста, опыт катомонистического. Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, в сегодняшнем докладе я хочу поделиться с вами небольшим, но опытом катомонистического наблюдения за перенесшими лихорадку ДНГ. И, собственно, сначала, работая в стационаре с пациентами с лихорадкой ДНГ, однажды все равно наступает момент, когда мы выписываем пациента, и нам интересно ответить себе на вопрос, а что дальше. И приказ номер 69 от 2012 года Министерство здравоохранения рекламентирует, что после перенесенного какого-то инфекционного заболевания должен быть период катомонистического наблюдения. Но каких-то строгих нормативных актов, которые бы регламентировали наблюдения при лихорадке ДНГ, ЗИК, Чикунгунья, на сейчас нет. И, собственно, с момента своей регистрации лихорадка ДНГ с 2012 года с завидным постоянством регистрируется, как правило, это, естественно, завезенные случаи. Но, тем не менее, если оценить мировое бремя, то лихорадка ДНГ – это второе по частоте трансмиссивное заболевание после малярии. И ежегодно ВОЗ официально, только официально регистрирует больше трех миллионов случаев. Соответственно, бремя вообще весьма велико. Как только лихорадка ДНГ стала считаться нозологической формой, она была описана как некое самоограничивающееся заболевание с лихорадочным периодом, которое длится где-то 2-1 неделю. И, в общем-то, многочисленные исследования, они показали, что катомонистическое наблюдение, оно не очень-то показано, если это заболевание в большинстве случаев дает благоприятные исходы. Но здесь стоит сделать маленькую ремарку о патогенезе лихорадки ДНГ, соответственно, вирус попадает в ткани человека, заражает макрофаги, макрофаг становится дендритической клеткой, которая выполняет презентацию антигена. Но она инфицирована, и она начинает делать три вещи. Это синтез неструктурного белка вируса ДНГ, который имеет функцию в изменении конформации гликокалекса. Это, собственно, репликация вируса, и заражение окружающих клеток, и увеличение масштаба, скажем так, инфекционного процесса. И, так как это иммуноцид, он начинает выделять провоспалительные цитокины. Много зараженных клеток, много цитокинов, развивается цитокиновый шторм. Все вот эти три звена патогенеза, ключевых достаточно, они приводят к развитию синдрома, который называется синдром капиллярной утечки. И, соответственно, чем выраженнее этот синдром, тем больше, тем масштабнее поражение капилляров. По сути, поражение капилляров при лихорадке ДНГ можно сравнить, как в многоквартирном доме, в каждой квартире протекли все трубы разом. То есть, конечно, стены дома стоят, но, тем не менее, весь дом столкнулся с каким-то дискомфортом. И чем выраженнее, тем больше вероятность развития, в том числе, и геморрагического синдрома. Соответственно, как одного из форм течения лихорадки ДНГ. За последние три десятка лет набирают частоту публикации о изолированных поражениях различных органов при лихорадке ДНГ, которые связаны либо с страданием, скажем так, сосудов при непосредственной лихорадке ДНГ, либо фоновым течением какого-то заболевания у пациентов. Но, в общем и целом, количество случаев стало столь велико, что в 2011 году Всемирная организация здравоохранения даже выделила все эти органные поражения в некий расширенный синдром ДНГ и дополнила свое руководство. И, соответственно, ряд просто случаев, которые достаточно показательные. То есть, в последнее время, учитывая появление вот этого расширенного синдрома ДНГ, участились и работы, в которых определяется необходимость какого-то катаналистического наблюдения. Вот, например, в работе от 2018 года у пациента со склеритом в остром периоде заболевания в исходе развился некротический склерит. И авторы рекомендуют пациентам, у которых был выраженный склерит во время острой стадии заболевания, какое-то катаналистическое наблюдение. Работа тоже от 2018 года, в которой были включены пациенты с лихорадкой ДНГ, в остром периоде страдавшие от острого почечного повреждения. Авторы также рекомендуют некий катанис с отслеживанием уровня кариатинина у пациентов. Достаточно большое исследование бразильских коллег, в общем-то, проспективное исследование, в котором они оценивали, в принципе, какие-то исходы у лихорадки ДНГ у всех. И выводы бразильских коллег, они, в общем-то, сформулированы на слайде. У пациентов в периоде рекомористенции отмечается артралгия, отмечается астенический синдром и нередко отмечается повышение трансаминаза достаточно длительное. И, в общем, в целом тоже катанис рекомендован, потому как симптомы могут быть. И, немножко отвлекаясь от клинической составляющей, во время работы в стационаре с пациентами с лихорадкой ДНГ, мы подтверждали диагноз, собственно, антителами, либо выявлением РНК-вируса в различных биологических средах. И, опять же, на наших выборках, обратите внимание, кружком выделено, РНК-вируса была обнаружена в моче уже спустя достаточное количество дней от начала заболевания. И, собственно, вот эти данные про катанис и наше наблюдение о длительном выделении РНК и послужили вот той мотивацией, на которой мы и сделали наше маленькое, в общем-то, такое пилотное, можно сказать, исследование, которое ставит своей целью, собственно, определить какие-то клинико-лабораторные изменения в периоде реконволюсценции. Оно было проведено на базе инфекционной больницы номер один в поликлиническом отделении. Оно включило в себя 10 человек, которые перенесли острую лихорадку ДНГ за период с декабря 2018 по март 2019 года. И, собственно, что делалось после выписки из стационара, примерно на третьей и на шестой неделе от начала заболевания мы приглашали пациентов, смотрели их, попрашивали и делали короткий спектр биохимических исследований и определяли РНК, вирусы ДНГ в различных средах. Это кровь, слюна и моча. Собственно, я позволю себе, наверное, не оперировать процентами, потому что выборка на кратной 10, и буду просто говорить о количестве пациентов с теми или иными симптомами или находками. Это была достаточно однородная группа, 6 женщин и 4 мужчины с возрастом от 17 до 40 лет. 8 человек во время острого периода были госпитализированы к нам, а 2 пациента уже после острого периода заболевания обратились в консультативно-поликлиническое отделение. Диагноз был выставлен там. Симптомы, которые описывали пациенты в начале, все 10, естественно, описывали лихорадку, жар, ломоту, жар и слабость. Ломоту описывало 9 человек, головную боль описывало 8. Сыпь у 7 пациентов была, причем у 5 из них сыпь была геморрагического характера. И еще и сопровождалась также другими признаками кровоточивости. И, собственно, вот этим 5 пациентам была выставлена геморрагическая лихорадка Денге. Остальным 5 была выставлена классическая лихорадка Денге. И у 4 пациентов был диспептический синдром в виде болей в животе или рвоты, или разжижения стула. На таблице представлены жалобы, которые мы уже видели в периоде наблюдения. На третьей неделе от начала заболевания самая частая жалоба была жалоба на слабость и жалобы на сухость и шелушение кожи. Также отмечались артралгии, миологии и, в общем-то, диспептический синдром, но умеренный в виде болей в животе, без разжижения стула и рвоты. При осмотре примерно на 6 неделе слабость также сохранялась, но единственное, на третьей неделе мы посмотрели 8 пациентов, на 6 неделе 10. Соответственно, у 7 из 10 на 6 неделе сохранялась выраженная слабость, которая влияла на качество жизни пациентов. И выпадение волос отмечалось у 4 человек. Остальные симптомы тихонько уходили. И это было не по плану, но после 8 недель на одну пациентку на 56 день, вторую на 76 мы посмотрели уже после периода наблюдения, потому как у них сохранялись очень выраженные симптомы в виде слабости, нарушение сна в виде бессонницы. И у одной пациентки достаточно обильное выпадение волос и сухость и шевелушение кожи. И сразу оговорюсь, у этой пациентки была выполнена ранее тотальная астромоктомия, и она получает заместительную терапию утероксом. У остальных пациентов каких-то хронических заболеваний не было. Биохимический анализ был выполнен, и можно разделить на 2 группы. АСТ, АЛТ и креатинин и железо и ферритин. АСТ, АЛТ и креатинин были выполнены во время острого периода заболевания до 10 дней от начала болезни. И в финале нашего наблюдения соответственно у 7 пациентов из 8 госпитализированных отмечалось повышение АСТ, у 5 повышение АЛТ, и только у одного умеренный достаточно до 113 микромоль на литр повышение креатинина. Все эти изменения в конце наблюдения нивелированы. Все было в норме. Но в конце наблюдения у 4-х человек из 9 определяемых было отмечено снижение ферритина. И у двоих снижение сырочного железа. И в общем это достаточно логично. Дополняется жалобами, которые они проверяли. То есть сухость кожи, выпадение волос, слабость. Ну в общем симптомы латентного железодефицита. И если попробовать переложить, сопоставить жалобы и уровень ферритина, то у людей, у которых было выпадение волос, у 3-х из них было снижение ферритина. У людей, которые жаловались на слабость, у всех из 6-ти, у 4-х было снижение ферритина. И такой небольшой ящик с усами, который также показывает сравнение концентрации ферритина, конкретные цифры в зависимости от типа лихорадки. По 4 человека в каждой группе. Из группы с классической лихорадкой Денге исключен 1 пациент, потому что на момент забора крови он выздоравливал от острого гастроэнтерита. И конечно ферритин, как в том числе показатель острой фазы, не может применяться как показатель оценки уровня железа. Поэтому выборка составила 4 на 4. И вы видите, что средние значения немножко ниже у пациентов с генерогической лихорадкой Денге. Здесь о значимости какой-то речи, повторюсь, не идет, потому что выборка мала. Но, тем не менее, изменения есть. И, соответственно, переходя к измерению, определению, вернее, РНК вируса в различных средах, у 8 человек, которых мы смотрели на 3 недели, у всех 8 вирус определялся в моче. На 6 неделе из 10 у 3 выявлялся в моче. И у двух пациенток на 56 и на 76 с выраженными симптомами определялся вирус в моче. Немножко сложный график, но который показывает, в зависимости от дня, от начала заболевания, определяется или не определяется РНК вируса в крови. И это определение, соответственно, в крови. И видно, что до 15 дня это действительно релевантный и ценный метод исследования. В слюне до 10 дня дальше практически все отрицательные результаты. И вот результаты по моче. До 30 дней от начала заболевания можно использовать определение РНК в моче как метод диагностики, в том числе ретроспективный. И это позволяет сформулировать, собственно, выводы моего короткого, достаточно надеясь, доклада, что пациенты, которые перенесли лихорадку Денге, им стоит назначать катонистическое наблюдение примерно на 3 месяца. У пациентов целесообразно измерять ферритин, как маркер в платентном железодефиците, для своевременной коррекции. И, естественно, про ПЦР, что целесообразно использовать метод ПЦР, определение РНК в моче, для ретроспективной диагностики. Вплоть до 30 дней и более, в общем-то. И здесь стоит отметить, что два пациента, которые обратились первично в консультативное отделение, они обратились на 15-й и на 18-й день от начала заболевания. Мы им так диагноз-то и поставили. Мы сначала сделали определение РНК в моче, увидели, поставили, и только потом уже с течением времени подтвердили это обнаружением М-антител. Так что, в общем-то, метод достаточно рабочий, релевантный. Спасибо за внимание. Я на перспективном его пока назвала. Надо проверить еще. Молодец, спасибо большое. Очень интересно.